День медика Промсектор плюс социально значимые объекты глава администрации президента посетил городские предприятия. Подробности визита. Красный сигнал в Мексике, новая вспышка в Марокко и первое испытание вакцин «Как мир противостоит пандемии» в специальном обзоре. В стране закончили принимать заявления желающих стать членом участковых комиссий. В последний день местные избиркомы дежурили до вечера. Документы можно было отправить по почте. Кандидатов выдвигали политические партии и другие общественные объединения, трудовые коллективы, группы людей. В течение трех дней, то есть по 24 июня, наши местные власти и наши посольские учреждения проведут процедуру утверждения составов участковых избирательных комиссий. За рубежом они образуются приказом посла либо консула. У нас в стране это решение районных городских исполнительных комитетов либо районных администраций. Хотела бы сказать, что решения, принятые именно на территории Республики Беларусь, у нас в стране, могут быть обжалованы в суд в том случае, если лица, которых не включили в составы избирательных комиссий, либо организации, которые выдвинули указанных лиц, будут недовольны принятыми решениями. Ранее завершился сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. По данным ЦИК Александр Лукашенко на первом месте. В течение 10 дней городские и районные избиркомы проверят документы. Затем станет известно точное количество граждан, которые поручились за того или иного претендента на главный пост. Между тем, Центр избирком начал принимать документы для регистрации кандидатов в президенты. Напомню, выборы состоятся 9 августа. Досрочное голосование пройдет с 4 по 8 число. Проверка госконтроля мор рыбы и прибавка к отпускным педагогам начнут начислять выплаты на оздоровление. Чем еще страна жила на неделе, спросим у моего коллеги Владислава Боева. У него самый подробный обзор громких заголовков. Во втором полугодии комитет госконтроля проверит почти 2300 организаций. Больше всего исследований проведут органы МЧС 670. К мониторингу также присоединятся Минтруда и соцзащиты, Госстандарт, Минприрода и Минфин, ведомства силового блока. В Могилевской области посетят 338 мест. Экологи объяснили мор рыбы на Немане. В минувшие выходные соцсети заполонили фотографии всплывших речных обитателей. Эксперты заявили, всему виной жаркая погода. Вода нагрелась до 30 градусов почти в 6 раз, снизился уровень кислорода. Обследовалась территория, обследовались возможные источники загрязнения реки Неман. Таких источников установлено не было. Сейчас специалисты взяли ситуацию под контроль. Комитет природоохраны предлагает жителям Могилевской области сообщать о подобных происшествиях. Педагогам начнут выплачивать премии на оздоровление. Сумму прибавят к отпускным. Нововведение предусмотрено постановлением Совмина. Деньги будут начислять с учетом нагрузки. Максимум 50% оклада. Точный размер, порядок и условия утверждают руководители на местах. Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяется лишь на отношения, которые возникли с 1 июня. Белорусские банки предоставили кредитные каникулы 6 тысячам клиентов на сумму около 2 миллиардов рублей. Учреждения принимают дополнительные меры для помощи бизнесу и гражданам. Условия примерно одинаковые. Снижение тарифов, бесплатные пакеты услуг, льготные проекты со службами доставки и транспортными компаниями. Особое внимание туристической отрасли, пассажирским перевозкам и общепиту. Кредитные каникулы банкам предоставляются как по кредитам на финансирование недвижимости, так и на потребительские нужды. Они предполагают отсрочку до 6 месяцев как по основному долгу, так и по начисленным процентам. К летнему сезону лесхозы обустроили свыше 200 мест массового отдыха. Работники убрали порядка 5000 кубометров мусора, расчистили 545 километров квартальных просек, 74 километра дорог. Приложили руку и к сорнякам на 400 гектаров нейтрализовали борщевик. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет 16 по 20 июля. Из-за сложившейся эпидситуации концерты проведут на открытых площадках. На конкурсе молодых исполнителей выступят представители 18 стран. Детское жюри возглавит Александр Солодуха, взрослая Олег Газманов. В программе заявлены тематические концерты, День молодежи и фест уличного искусства. Совершенно разные артисты приедут, начиная от звезд мировой сцены, таких как Томас Андерс, таких как Кэт Райан. И, конечно, наши артисты, которые на наших радиостанциях крутятся, это и российские, и украинские. 27 стран сейчас заявлено на участие в «Славянском базаре». Лето душа поет. Уверен, музыкальный праздник удастся. У меня все. Спасибо, мой коллега Владислав Боев с обзором громких новостей недели. Мы продолжаем. В Бобруйске в общественных местах начал действовать масочный режим. Защитные средства необходимо носить в магазинах, банках, аптеках, на работе и везде, где сложно соблюдать социальную дистанцию. Мы ежедневно регистрируем случаи заболевания коронавирусной инфекцией. И зачастую, когда мы опрашиваем людей уже заболевших, в контакте, с ними контакты первого уровня, подпадают те люди, с которыми они близко общались. И, соответственно, те люди, которые были контактами первого уровня, часто становятся уже заболевшими. По нашему анализу, максимальный удильный вес заболевших – это люди работоспособного возраста в возрасте от 30 до 60 лет. Минимальные – это от года до 10 и старше 80. Опять же, чем мы это связываем? С обеспечением социального дистанцирования. То есть маленькие детки у нас меньше общаются с другими, как и пожилое население, которое себя обережет. Врачи также призывают бобручан следить за гигиеной рук, с собой брать свежие продукты, складывать их в чистые контейнеры. Фрукты и овощи стараться мыть бутилированной водой. Купаться можно лишь на оборудованных пляжах. Спасибо за спасенные жизни. Сегодня медработников поздравляют с профессиональным праздником. Слова благодарности и пожелания звучат в адрес докторов, фельдшеров, санитаров и фармацевтов по всей стране. Накануне клиникам Минской области подарили 84 автомобиля, машины медпомощи, кареты скорой и передвижные поликлиники. На закупку нового оборудования выделили 20 миллионов долларов. Технику доставит и установит до конца года. За работу и самодачу во время пандемии коронавируса Леонид Заяц поздравил медиков Могилевщины. Именно буквально в недавнем времени мы столкнулись с огромной бедой. Проблемой всего мира. Эта беда не обошла и нашу страну. Но благодаря профессионализму, мужеству, стойкости, умениям наших медицинских работников нам удалось не допустить такого лавинообразного скачка, удержать эту ситуацию и уверен, что мы с ней справимся без потрясений. Власть никогда не останется в стороне. Мы будем строить новые корпуса, вводить новые больницы. Мы это делаем сегодня с поддержкой главы государства, президента нашей республики. Мы решаем вопросы сегодня в районе Казимиров к строительству поликлиники. Мы решаем вопросы по строительству кардио-хирургского корпуса Могилевской областной больницы. Я хотел бы, чтобы через ум, через руки, через талант наших медиков все это передалось нашим пациентам, нашим гражданам Могилевской области. С праздником, дорогие работники медицинской области! Между тем, глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что мир находится в новой опасной фазе пандемии коронавируса. Медики фиксируют рекордные вспышки заболеваемости в Северной и Южной Америке, в Южной Азии, на Ближнем Востоке. Число зараженных вот-вот сравнится с населением Белоруссии в стране. Тем временем ситуация остается стабильной. Поводов для паники нет. А вот что еще было на неделе. Столица Поднебесной закрыта на карантин. Там зафиксирована новая вспышка COVID-19. До этого Пекин держал оборону без малого два месяца. 57 дней в стране не было ни единого случая местного заражения. Вирус выявляли лишь у приезжих. Источником новой вспышки считают оптовый рынок Синьфади. Коронавирус нашли на досках для разделки рыбы. Продукт мигом убрали с полок в супермаркетах. Рынок закрыли. Мы действовали в данной ситуации очень оперативно. Мы поставили барьеры на пути возможного расширения эпидемии. Мы смогли установить источник заражения и перекрыть все пути для коронавируса. Вирус не отпускает и центральную Европу. В немецком Ре-Давиденбрюке вспышка инфекции зафиксирована на мясокомбинате. Коронавирус выявили у четырех сотен сотрудников. На карантин поместили 7 тысяч человек. В Берлине из-за локальной вспышки болезни карантин в многоквартирном доме. Анализы оказались положительными у 57 жильцов. Локдаун введен в четырех сотнях квартир. Мы достаточно скоро поняли, что заражен весь дом и всех надо поместить в карантин. Но серьезной проблемой стали очень стесненные жилищные условия. Не просто заставить 8 человек в двухкомнатной квартире не пересекаться друг с другом и оставаться в изоляции две недели. 16 июня рекордный показатель с конца апреля. 258 новых случаев заражения за сутки. Антирекорд в Украине. 16 июня там заболело 758 человек. Умер 31 пациент. Мы должны пользоваться масками. Мы должны поддерживать социальные дистанции. Мы должны пользоваться антисептиками. Для того, чтобы у нас не было таких жахливых цифр каждого рака. Пандемия ускоряется, заявляет ВОЗ. По данным организации, 19 июня в мире было выявлено 150 тысяч новых случаев. Это антирекорд с самого начала пандемии. Почти половина из всех – в Северной и Южной Америке, а также в Южной Азии и на Ближнем Востоке. В мире уже более 8,5 миллионов инфицированных. Умерли более 450 тысяч человек. Выздоровели более 4,5 миллионов пациентов. Мир сейчас в новой опасной фазе. Многим людям, понятное дело, надоело сидеть по домам. Страны хотят открыть экономику. Однако вирус все еще быстро распространяется. Он все еще смертельно опасен. Большинство людей до сих пор уязвимы. По последним данным, в Беларуси выздоровели более 36 тысяч пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего зафиксировано порядка 58 тысяч случаев заболевания. Пациенты с COVID-19 будут получать бесплатные лекарства. Новую форму общения с гражданами в период пандемии осваивают сенаторы. Это так называемые стримы. Видеотрансляция в режиме онлайн. Первым новинку испытал на себе зампредсовета республики Анатолий Исаченко. Белорусы отправляли вопросы сенатору на личную страницу фейсбука. Посмотрим, как у нас получается, как пойдет. Ну, наверное, будет эффект, будем дальше развиваться. Хотя, я думаю, здесь возможностей очень много для развития. Хотелось бы нормального, открытого диалога. Чтобы это действительно был диалог. Потому что аудитория большая и хочется получить те вопросы, которые потом помогут в дальнейшей работе. Свои коррективы COVID-19 внес во вступительную кампанию этого года. Потоки абитуриентов будут разделены. Для сдачи русского, белорусского и математики выделили два дня вместо одного. В аудитории одновременно будет находиться не более 50 человек. Абитуриентов рассадят на расстоянии не менее метра друг от друга. В помещениях для сдачи будут стоять антисептики. Аудитории будут регулярно проветриваться и дезинфицироваться. На ЦТ регистрировались онлайн. А количество площадок для сдачи в резервные дни увеличилось. Раньше мы в этот резервный день централизованное тестирование проводили в одном месте. Это Белорусский государственный университет. Теперь с учетом особенностей ситуации мы добавили еще пять мест централизованного тестирования в резервные дни в регионы. Врачей по всей стране, борющихся с коронавирусом, продолжают активно поддерживать. Представители белорусского бизнеса передали 6-й столичной больнице 4 тысячи защитных комбинезонов, 45 тысяч специальных шапочек, около 18 тысяч нарукавников. Помимо спецзащиты, медработников порадовали корзинками со сладостями. Это знак поддержки медицинских работников в этот период борьбы с коронавирусной инфекцией. Безусловно, это знак поддержки всему коллективу. Каждому сотруднику начинают санитарочки, заканчивая врачами, заведующими отделениями, кто работал и работает в весь период этой эпидемии. Несмотря на пандемию, белорусских туристов ждут в Турции и Албании. На территорию последней соотечественники могут попасть уже сейчас. Чартеры в Турцию полетят 1 июля. Рейсы из Минска запланированы в Анталию, Измир, Бадрун. Также в Анталию можно будет улететь из Гомеля, Гродно, Бреста и Витебска. У продавца нет маски, а на полу магазина отсутствует разметка. Жалобы про нарушение санправил принимает Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Претензии выслушают по телефону горячей линии. Сейчас она на экране. Для минимизации распространения инфекций Марс совместно с Минздравом разработали целый ряд рекомендаций. Работникам необходимо быть в перчатках и масках. В магазине должны присутствовать антисептики и разметка, а выпечка упакована в отдельные пакеты. В текущей ситуации отдельные руководители и работники, к сожалению, пренебрегают необходимыми мерами предосторожности. Как показывают контрольно-аналитические мероприятия, проводимые Март, нарушения устанавливаются в порядка 15% обследуемых объектов. В этой связи в территориальных органах Март в каждой области и городе Минске открыты горячие телефонные линии. Сообщить про нарушения можно онлайн. Специальная анкета размещена на сайте ведомства. За игнорирование норм магазина, как сообщается, могут оштрафовать от 30 до 500 базовых величин. Бабруськ посетил глава администрации президента. Игорь Сергеенко побывал на фондоке в Белшине и в социально значимых объектах. Подробности в сюжете Мария Бушкевич. Глава администрации президента на фондоке сначала визит в фирменный магазин, затем на производство. Львиная доля выпускаемой продукции – фанера. На ее производство приходится 66% всех мощностей. Это единственное предприятие, которое поставляет фанеру в Соединенное Королевство. Игорь Сергеенко отмечает, на предприятии нет оттока кадров. Напротив ощущается приток молодых специалистов. Ценовая политика и качество изготавливаемой продукции поражают воображение. На протяжении ряда лет, лет 10 назад, это считалось достаточно сложным проблемным предприятием. Сегодня оно работает достаточно стабильно, даже в условиях, когда просели внешние рынки. Следующий пункт назначения – Белшина. На заводе СКГШ главе администрации президента продемонстрировали, как изготавливается продукция, востребованная на большегрузных карьерных самосвалах. Промгигант имеет экспортные портфели со всем миром. Запущена первая очередь проекта по производству шин для Белазов до 450 тонн. Сегодня работает достаточно ритмично. Новое руководство предприятия, которое было назначено указом главы государства буквально полтора месяца назад, сформировало свою программу по выходу на новые горизонты. Достаточно спокойная рабочая обстановка. Не остались без внимания и личные вопросы. Работники предприятия без стеснения поднимали волнующие темы. Одних интересовала стабильность экономики, других – наличие рабочих мест. Игорь Сергеенко внимательно рассмотрел каждое обращение. И как будет? Такая же прочная ситуация или что-то будет? Обстановка в стране, она будет всегда. Вот такая же стабильность. Это зависит и от нас с вами, это зависит от власти, это зависит от общих совместных усилий. Помимо предприятий города, Игорь Сергеенко посетил 34-ю школу, Бобруйскую городскую детскую больницу. Ее строительство на финальной стадии. Выполняется ремонтная работа на самом высоком уровне. Там будет оказываться всевозможная помощь нашим маленьким пациентам. После поручения президента глава администрации изучил перспективу строительства новой школы в седьмом микрорайоне. Напомним, этот вопрос прозвучал еще в апреле во время посещения Александром Лукашенко в фабрике «Славянка». В целом я бы хотел отметить, что город и трудовые коллективы, несмотря на имеющиеся трудности, проблемы, живет полноценной, рабочей, спокойной жизнью. Да, людей волнуют многие житейские вопросы, на которые руководство города в состоянии дать ответы, оказать посильную помощь, решить те или иные проблемы. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Мечта зовет. На Березине вновь можно прокатиться на теплоходе. Осадки улучшили ситуацию. Уровень воды повысился изо дня в день, прибывая до 12 сантиметров. Аналогичную ситуацию метеорологи фиксируют по всей стране. Спад наблюдается лишь на Немане и Западном Буге. Температура в озерах и реках выросла до 17-25 градусов выше нуля. Дожди с продолжением. Всю неделю страну лихорадила непогода. В отдельных районах Беларуси прогремели ливни с градом. Шквалистый ветер, валил деревья и рекламные щиты по всей стране. Нарушалось электроснабжение. Под воду накануне ушла столица, досталась и Бобруйску. Наш корреспондент разбиралась в сюрпризах непогоды. Вместо улицы река затопила дворы. Обильные осадки обернулись для некоторых бобруйчан настоящей драмой. Как итог, сырые подвалы и испорченный ремонт. Вся вода шла через огород сюда к нам. Она вообще здесь вода никогда не успевает уходить. Здесь получается низина. И вся вода идет с города к нам. Мы не знаем, что нам делать. Надежда Гавриленко купила с мужем дом на Репино всего полгода назад. Обустроили быт, оборудовали площадку для троих детей. Идиллия была недолгой. Стихия подпортила планы. Придется снова раскошелиться, уверяет хозяйка. Я не инженер. Я не знаю, как это проблематично, как это сложно. Но послушайте, 20 лет, 30 лет существует проблема. Но здесь же тоже живут люди. На стене этого дома можно увидеть последствия потопа. Уровень воды достигал здесь более 30 сантиметров. Городские службы признаются, проблема есть. И решить ее можно. Капитальный ремонт ливневой канализации на Арджиникидзе увеличит пропускную способность труб. Этот вариант устранения недостатков системы у дорожно-эксплуатационной службы в приоритете. Хотелось бы еще обратиться к гражданам через частные дома, которых проходит ливневая канализация, чтобы пропускали сотрудников КубДЭП для очистки ливневых канализаций. В результате того, что они зарастают травой, происходит подпор воды, ну и происходит затоп дворовых территорий соседних домовладений. На кадрах из Минска бушуют грыза с ливнем и градом. По сообщениям МЧС, в середине недели в столице выпала четверть месячной нормы осадков. Размер градин с перепелиное яйцо. Повалены деревья, разрушены остановки, повреждены крыши зданий. Столичные спасатели выезжали 13 раз на оказание помощи по распиловке деревьев. Сегодня уже обратилось, кроме всего прочего, 4 учреждения образования, которые также попросили помощи по распиловке деревьев, которые были повалены. Непогоду накрыла и соседние страны. В Севастополе машины буквально плавали по проезжей части. На юго-западе Крымского полуострова возникли перебои с электричеством. Там, где, если что, действительно, проблемы после ремонта, где-то что-то не продумано, надо просто это взять тоже на заметку и понять, как технически, какие сделать мероприятия. Шторм ударил сразу по нескольким регионам Западной Украины. Закарпатье скрылось под водой, ветер повалил десятки деревьев и билбордов, разрушены дома, есть жертвы. На Львовщине дуб упал на женщину, пострадавшая скончалась. В данном строении прибывали ещё муж данной женщины и двое детей. На момент сильного ветра и дождя мужчина успел забрать двоих детей и покинуть территорию. Женщина не успела выбраться, и её придавило тяжестью дерева. Между тем, ливень в Москве обновил рекорд 92-летней давности. На станции ВДНХ за 12 часов выпало почти 41,5 миллиметров осадков. Дороги превратились в реки, машины стали в многокилометровых пробках. Люди босиком гуляли по лужам. От наводнений также пострадал Гондурас. Сильные дожди в некоторых частях страны вызвали потопы и оползни. Из-за непогоды в общине Эль-Кларин-Эр рухнул дом. Один человек выжил, два погибли. В Гватемале не прекращаются осадки. В Сан-Педрен-Экто сошла сель и заблокировала участки дороги. Из-за стихийных бедствий пострадали более 4 тысяч граждан. Спасатели начали раздавать семьям гуманитарную помощь. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. В загородных лагерях началась первая смена. Из-за пандемии она стартовала позже. В Бобруйском районе детей приняли в ромашке мечте, здравницах Щаткова, Бобренок-2010 и Птич. От рассвета до заката подопечная под пристальным вниманием медиков и воспитателей утром всем измеряет температуру, проводит визуальный осмотр. При малейших симптомах простуды человека изолируют. Меры профилактики инфекции на первом месте. В столовой мебель шагом в полтора метра. Повсюду банки с антисептиком. Собраться всем лагерем на открытии смены дискотеки не получится. Игры, занятия, кружков по интересам проводятся для каждого отряда в отдельности. В этом году также запретили визиты родителей. В летний период будет продолжена работа волонтерского проекта «Планета лето». И с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, работа этого проекта сейчас началась в режиме онлайн. На официальных сайтах учреждений дополнительного образования размещены виртуальные культурно-досуговые площадки, где размещается полезная информация для ребят и их родителей. Этим летом в белорусских здравницах отдохнут почти 100 тысяч детей. Взрослые, в свою очередь, обещают обеспечить им максимальную безопасность. В городе продолжается республиканская акция «Забота». Правоохранители проверяют пришкольные оздоровительные лагеря, объединение по интересам и спортивные секции. В Бобруське работает свыше 45 учреждений с дневным пребыванием. Детям напоминают о правилах поведения вне стен школьного двора. Накануне «Стражи порядка» заглянули к членам клуба «Взорница» и «Алая паруса» школы номер 20 и «Дюж-4». Мы разговаривали с детками о том, как необходимо правильно себя вести в летний период времени, чтобы не попасть в неприятные ситуации. И самое главное, чтобы остаться живым и здоровым. Не опустили руки. У 10-летнего Миши Ковалева редкое генетическое заболевание. Его мама уверяет, диагноз не приговор. Образ жизни мальчика едва ли отличается от сверстников. Мы узнали, как живет и о чем мечтает ребенок. Про редкое генетическое заболевание сына Татьяна Ковалева узнала во время родов. Костная дисплазия слабо поддается лечению, заявили врачи. Со временем болезнь лишь прогрессирует. Где-то неудобство, набуться не может, писать ручку неправильно. Слух у нас начинает страдать. Нас врачи предупредили, что к 14 годам будут кардинальные изменения. Миша пока 10. Любит резвиться со сверстниками во дворе, играет в футбол. Учится в третьем классе. Когда вырастет, мечтает стать стражем порядка. Скульптура мне просто нравится. Там по бегу, а математика считает пример. Поважут, что там 10, 9, 8 и двойки. Подобрать одежду для парня сложно, признается мама. Размер нестандартный, приходится укорачивать. За швейной машинкой Татьяна Ковалева может сидеть сутками. Для меня он и по сегодняшний день мгновенный, как все. Когда на улице люди смотрят, то хочется сказать, что это не картина Репина. В семье сразу 8 детей. Старшей дочери 27, младшей 2 годика. Часто собираются вместе, мастерят поделки. Многодетная мама уверяет, справляется со всеми на раз-два. Хотела одного, а получилось, что 8. Не мечтала даже. Я сама с большой семьей, у мамы пятеро нас. Никогда не хотела. Что дано, то значит дано. В сентябре сразу четверо станут первоклассниками. Татьяна уже ходит по магазинам, приценивается. Отмечает, в этом году сможет позволить потратить больше. Социальную пенсию для родителей, воспитывающих детей инвалидов, увеличили. Соответствующий указ подписал президент. Увеличен размер социальных пенсий для родителей, которые воспитывали детей инвалидов с третьей и четвертой степенью утраты здоровья. И которым впоследствии была установлена первая группа инвалидности. Ранее размер для таких категорий граждан, размер пенсии составлял 123 рубля. Это на сегодняшний день. А после увеличения будет составлять 243 рубля. В бобруйских семьях воспитывают около 700 детей с инвалидностью. Увеличение выплат от государства подспорить для каждой из них. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруйск 360 и я, Николай Силков. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»